В этом году мы показываем два новых продукта. У нас есть смартфон Касперский Таблет Секьюрити. В этом году мы запускаем два новых продукта. Более планшетов Касперский Таблет Секьюрити с возможностью антивирусной защиты, защиты веб-серфинга и возможностью защиты от кражи и потери устройства, защиты данных в этом случае. И также мы показываем новое приложение аэродинческих контролей для iPhone iOS. В Касперский Таблет Секьюрити есть возможность защититься как от удоносных программ, то есть защита автоматическая, незаметно исполняется в бэкграунде и не замедляет работу устройства совершенно. Можно скачать пробную версию и попробовать. Есть модуль Web Protection, который позволяет в стандартном браузере Android защититься от вредоносных и фишинговых ссылок, идущих на мошеннические веб-сайты. И также модуль Antivore, который с помощью специального веб-сайта, куда можно залогиниться всем пользователям Касперского Таблет Секьюрити, удаленно удалить личные данные на смартфоне в случае потери или кражи, заблокировать устройство, обратить, где устройство находится. И одна из самых прикольных фишек – это фича бакшота, или это по-русски секретное фото, когда ты можешь установить режим на планшете, когда он снимает фронтальные камеры в тот момент, когда кто-то трогает экран, серию фотографий и отправляет на портал. Соответственно, ты можешь узнать в лицо некого плохого. Это позволяет родителю настроить на планшете для Android или на смартфоне фильтрацию, во-первых, веб-сайтов, а во-вторых, приложения, которые может использовать ребенок. То есть можно установить, какие категории являются запрещенными – порно, наркотики, наносилие, что разрешено, что запрещено. Это во-первых. А во-вторых, родитель может указать, какие приложения являются нормальными и возможными для использования ребенка. Например, для примера, сейчас Facebook запрещен. Также есть удобная переключалка, поскольку планшеты очень часто являются такими общими устройствами в семье. Например, когда я использую его сам, я могу быстро выключить, потом могу быстро включить. И, соответственно, сейчас включена вся блокировка. Родительский контроль сейчас выпущен как бета-версия, но мы его активно улучшаем, и пока он доступен бесплатно, соответственно. Попробуем запрещенный наш Facebook запустить. Нет, извините. Что-нибудь другое, Skype, да, он разрешен, он работает. Ну или, например, попробуем зайти на какой-то веб-сайт, ну скажем... Вконтакте. Сейчас социальные сети в настройках не выставлены, как запрещенные, но, например, вот порно выставлены. То есть попробуем зайти. Ну, в итоге, после серии размышлений, все-таки сайт был признан нехорошим с точки зрения выставленных настроек. Ну и опять-таки, если ребенок попытается зайти в приложение и поменять настройки, оно защищено паролем, который установлен родителем.